Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать снова на наш канал! В этом году мы уже хотели заканчивать серию видео о наших седиратах, о нашем опытном поле. Однако, когда мы через неделю после посева ржи и пшеницы приехали на наш участок и увидели эту просто потрясающую красоту, мы не могли вам этого не показать. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот только посмотрите, какая красота у нас зашла, какие ровные рядки, они яркие и зеленые. И сейчас осенью, когда вокруг все станет оранжевым, листва падет, а сорняки станут увядшими и коричневыми, такими не очень жухлыми, точнее, очень жухлыми и не симпатичными. Наши часто будут выглядеть просто потрясающе. И на фоне черной земли у нас будут зеленые, яркие, красивые рядки. Которые будут нас радовать до самых снегов. А весной они очень рано зайдут и также будут продолжать радовать своей зеленью. А еще посмотрите, насколько сильно вымахали наши подсолнечники. Буквально за неделю. Но на дворе всего лишь начало сентября, и они еще успеют вырасти как минимум на 20, а то и на 40 сантиметров. А еще они уже набирают цвет, и нам это очень выгодно и хорошо. Потому что к моменту ухода под снегу в листьях и в стеблях накопится достаточно большое количество целлюлоза. Она начнет одревесневать, и наши стебли будут плотными, которые будут отлично задерживать снег. А еще я вам хотела давно уже рассказать, почему именно вот так мы расположили наш участок. И сейчас это просто прекрасно видно. В сентябре у нас начинаются довольно активные ветры, и зимой они будут дуть всю зиму. И они преимущественно юго-западного направления. И мы расположили наши посевы таким образом, чтобы ветер не продувал редки вдоль, а продувал их поперек. И таким образом наши кулисные посевы подсолнечника задерживали снег при помощи ветра. Что? Птиц сносит! Наши зимые культуры просто потрясающе взошли. Как пшеница, так и рожь. И, кстати, они довольно ярко отличаются между собой на поле. И вы можете их отличить, даже если не знаете или забыли, куда посеяли, какую культуру. Давайте посмотрим, чем же они отличаются. Посмотрите, какая красивая пшеница у нас на поле, на нашем опытном участке. Она ярко-зеленая, такого интенсивного, красивого, желтоватого цвета. А вот здесь у нас рядом находится рожь, которая имеет такой более нежный оттенок, слегка голубоватый, сизоватый, как будто бы более бледный. Злаковые культуры поистине уникальны и оптимальны для посева в виде сидиратов. Потому что у них очень обильная не только вегетативная масса, которая находится сверху, которую мы видим, зеленая, но еще и корневая. Поэтому, если у вас есть дома кролики, то они очень порадуются нашим посевом сидиратов. Потому что вы спокойно можете срезать нашу зеленую массу и покормить своих кроликов, сделать им такое очень интересное лакомство. А масса, которая корнее остается внутри почвы, будет очень хорошо удерживать влагу в ней, а структурировать почву и придавать большое количество элементов питания. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу работу с сидиратами. И в следующем году мы обязательно покажем, что получится весной. В двух словах я напомню, что мы все-таки здесь делали целое лето. У нас было три варианта опыта, на котором мы возделывали нашу почву, обрабатывали точнее по технологии черного пара, когда мы ее обрабатывали в течение всего лета. Заделывали сорняки для того, чтобы они не осеменились, и тем самым, во-первых, восполняли плодородие своей вегетативной массой, и тем самым очищали еще и почву. Вторым вариантом у нас был наш сидиратный пар, точнее занятый пар, на котором мы возделывали сначала горчицу, а затем подсеяли подсолнечник в качестве кулисной культуры, и последним завершающим этапом был посев озимых культур ржи и пшеницы. Третьим вариантом был, к сожалению, не очень оптимистичный вариант, так называемая залежь, хотя на самом деле это не совсем залежь, скорее бросовая земля, и мы уже на данном этапе увидели, насколько большая разница в качестве почвы достигается при этих трех вариантах. Мы посмотрели и вам показали, насколько отличается влажность почвы, ее структура, и насколько она лучше на наших опытных вариантах, в частности, где мы возделываем сидираты. В следующем году мы продолжим наш эксперимент, посадим на этом участке картофель, и, возможно, это будут какие-то интересные сорта. И нашим опытом мы возвращаемся к опыту наших предков, который очень хорошо зарекомендовал себя на протяжении многих и многих лет. Обязательно оставайтесь с нами, следите за нашими обновлениями, а также посмотрите наше видео, которое мы уже сняли и показали вам, как мы его сделали, наши сидираты, вот здесь, по ссылке, там будет несколько видео. И всем до встречи, увидимся в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...